Не нужно считать, что ребенок, который является новой жизнью, изначально плох, и что вам следует прививать ему какую-то мораль, ценности, идеи и идеологии. Чем сильнее мы разгоняем экономический двигатель, тем больше разрушений получаем. Давайте не будем бросать детей под колеса этой машины. Дети растут не из-за предложенных вами учений и философий, а наблюдая и вовлекаясь. Если у вас есть ребенок, все, что вам нужно сделать, это создать атмосферу любви, поддержки и воодушевления. Не нужно считать, что ребенок, который является новой жизнью, изначально плох, и что вам следует прививать ему какую-то мораль, ценности, идеи и идеологии. Нужно понимать, что все дети и мальчики и девочки от рождения веселые и радостные, но у них сильный инстинкт самосохранения. Поэтому они будут отвечать на события определенным образом. Самая важная вещь, которую должен сделать каждый родитель, это позаботиться о том, чтобы до того, как ребенку исполнилось 18 лет, в доме поддерживалась такая обстановка, в которой он никогда бы не видел, что такое страх, тревога, гнев, обида, разочарование. Если вы просто поддерживаете в вашем доме атмосферу, полную радости и любви, тогда вы можете быть уверены, что ваши дети вырастут замечательным образом. Конечно, никогда не нужно исключать внешнего влияния. Но если вы будете поддерживать дома очень приятную и замечательную атмосферу, то вы увидите, что именно это сильнее всего повлияет на ребенка. Если в доме царит самая приятная и замечательная атмосфера, то когда вне дома ребенок столкнет с узорным влиянием, он будет знать, как с этим справиться. Все, что вам нужно сделать со своим ребенком, это убедиться, что вы показываете постоянный пример чудесной жизни. Так что, если у вас есть ребенок, самое важное — работать над собой. Образование должно помогать людям расширять восприятие и осознанность. А не делать из них винтики для огромной машины. Заинтересованы ли мы в том, чтобы появлялись замечательные люди? Или мы хотим всего лишь втиснуть их в экономический двигатель, который мы создали, и который разрушает всю планету? Чем сильнее мы разгоняем экономический двигатель, тем больше разрушений получаем. Это знают все. Эта экономическая машина устроена так, что у каждого из нас есть педаль газа, которую мы выжимаем на полную, но никто не держит роль. Давайте не будем бросать детей под колеса этой машины, которая на всей скорости несется куда-то и которой никто не управляет. Сейчас настало время, когда нам нужно пересмотреть свой подход к образованию. Образование определенно должно вести на более высокий уровень восприятия, к более осознанному существованию. И прежде всего, оно должно помочь каждому из нас стать более человечным. Когда вас переполняет человечность, вам не может быть отказано в божественном. Если вы будете достойным примером для детей, вам не придется их особо воспитывать. Дети растут не из-за предложенных вами учений и философий, а наблюдая и вовлекаясь. Станьте таким человеком, каким вы хотите видеть своего ребенка. Тогда едва ли нужно будет делать что-то еще. В каком-то смысле, в их умах вы должны стать суперзвездой. Тогда вам не нужно будет волноваться, куда они пойдут, что они будут делать, потому что они захотят быть похожими на вас. Это все, что требуется. Станьте такими, чтобы дети хотели быть похожими на вас. Одна важная вещь, которую вы можете сделать для ваших детей, это выделять некоторое время на то, чтобы вывозить их на природу. То, чему вы не можете научить детей сами, то, что не может сделать школа, что не под силу учителям и родителям, может сделать природа. Это один из самых простых способов уберечь детей от разных зависимостей, которые всегда грозят проникнуть в семью. И прежде всего, когда ребенок выезжает на природу, в нем естественным образом укореняется чувство дисциплины, потому что там четко обозначено, что работает, а что нет. Поэтому каждый родитель, который заботится о том, чтобы следующее поколение было лучше нас, каждый, кому это действительно важно, должен выделять время и вывозить своих детей на прогулку в лес, в горы, на реку, к океану, туда, куда вы можете. Даже если вы не можете позволить себе длинный отпуск, достаточно выехать за город, туда, где есть небольшая гора, небольшой холм, какие-нибудь горы или что-то еще, чтобы они могли гулять по пресеченной местности. Это очень важно для вашего физического и психического здоровья и, прежде всего, для наиболее полноценного развития ребенка.